Вот, пожалуйста, лифт. Вот он не работает уже с 13-го числа. С 14-го я звонила, уже лифт не работает. Написано от руки объявление, отсутствие официальной информации о причине поломки и полная неизвестность относительно даты, когда вынужденные походы по лестницам можно будет прекратить. Жильцов возмущает всё. ЖСК-комплекс, целый ряд претензий. Поводы для них копятся годами. На звонок Сотниковой Елены Витальевны, то, что у нас не работает лифт, она ответила, что у нас износ тросов и 940 тысяч за должность перед лифт управления, или как там, лифт-сервис, комплекс лифт. Куда же наши деньги тогда уходятся, хотим знать. Ответа мы никогда ни на один вопрос от неё никогда не получили. То же самое по отоплению. Вот Румея сказала, наш весь стояк постоянно. Она уже нас, нам говорит, когда мы звоним, говорит, только одни вы и жалуетесь. Но если у нас холодно в квартире, за что мы деньги платим? Квитанции за оказание коммунальных услуг жителями подъезда номер 7 регулярно погашаются. Это признают и в ЖСК. Но вот в статье «Текущий ремонт» у дома перерасход. Это якобы и не позволяет управляющей компании вовремя устранить неполадку лифта и решить вопросы с отоплением. Однако, забыв обо всех долгах и войдя в положение мам, которые поднимают коляски с детьми на девятый этаж, в присутствии съёмочной группы заместитель руководителя ЖСК звонок главному бухгалтеру, а затем и главному инженеру подрядной организации, сделала. С утра сегодня оплатили до вас, до вашей организации, очень долго доходит. Хорошо, я сейчас дам команду, чтобы у нас, ребята, вымерять резать переса. Ну хотя бы начните работу, чтобы сэкономить время, ведь люди на девятый этаж есть поднимут. Я понял вас. Сейчас начнём делать. Сейчас начнём, всё. В час дня 20 февраля лифт уже работал. Однако другие проблемы дома до сих пор открыты. Жители беспокоят состояние входных групп, почтовых ящиков, окон в подъездах, отсутствие домофона. Основной спор между жильцами и представителями ЖСК развернулся около узла погодного реагирования. Он был установлен в 2016 году. Новое руководство компании самовольно его отключило. То, что вот холодно, я не понимаю, почему холодно. Потому что в основном люди приходят именно по этому адресу, приходят сюда в ЖСК с жалобами о том, что у них безумно жарко. Подача тепла превышает всю норму. Информацию по нормам, проведённым работам и потраченным на них средствам, со слов заместителя руководителя, есть на сайте организации. Жителям она кажется недостаточно полной. И не только им одним. На сайте данной информации нету, что подтверждает жилищная инспекция, которая делала проверку. И было заключение. Также выдано предписание об исправлении этих нарушений. Но по настоящее время эти нарушения не исправлены. Ну и я думаю, что исправляться они не будут. И просто нету желания у ЖСК вообще принимать участие в жизни нас, жителей. Осложняет ситуацию внешняя форма управления ЖСК. Руководство компании находится в Тольятти. В Ульяновск приезжает раз в неделю. Заместитель утверждает, собрания жильцами проводят регулярно. С такой же периодичностью выпускают бюллетени со списком необходимых к устранению проблем. Жители инициативы эти игнорируют. С другой стороны слышится аналогичное обвинение. Кто прав – вопрос. Но факт непонимания налицо. Вариант бюллетеня, который по инициативе ЖСК-комплекс либо внешнеуправляющего ГАСАНа предлагается рассмотреть нас на одном из домов Созидателей, где в шестом вопросе написано «Предложить, определить следующий способ покрытия перерасхода по текущему ремонту в сумме такой-то». И конкретно «Включить платежный документ в строку погашения перерасхода по текущему ремонту да начистить плату в скобочках на срок полного погашения перерасхода начисление составит на 12 месяцев 3,48 копеек квадратного метра. Либо же за 2-4 месяца, айрубус 74 и так далее. Возможно, он и есть перерасход. Но тогда на собрании нужно принять решение или принять одним из пунктов, что да, мы согласны, что такой перерасход есть, да, он доказан, да, мы эти доказательства получили, вот документы, вот формы, все, претензий нет. Еще одним выходом из ситуации видится смена формы управления. По признанию активных жильцов дома номер 15, они не только рассматривают такой вариант, но и уже готовят к его реализации документы. Гульнара Шарипова, Александр Кудряшов, репортер 73.